С момента введения в Латвии единой европейской валюты, Центр по защите прав потребителей получил немало жалоб. Касаются они в основном одного и того же – повышения цен. Об этом в нашей традиционной евро-рубрике. Период одновременного обращения латов и евро уже наступил. Теперь на протяжении двух недель потребителям и продавцам нужно быть предельно внимательными. Еще раз напоминаю, вплоть до 14 января расплачиваться можно будет как в Латах, так и в евро. Сдачу вы получите только в евро. Исключение составит лишь общественный транспорт, где водитель оставляет за собой право выдать сдачу в Латах. Ясно, что в это непростое время, когда оперировать приходится с двумя валютами одновременно, не мудрено запутаться и выдать, к примеру, неправильную сдачу. И не всегда действие продавца будет преднамеренным и со злым умыслом. С момента введения евро прошло всего лишь два дня, а жалобы, которые пришли в Центр защиты прав потребителей, исчисляются тысячами. Очень много жалоб про разные маршруты автобусов, где подняли цены на билеты. Также насчет столичного транспорта мы получили несколько жалоб. Якобы, покупая билет у водителя, нужно платить евро 20. Хотя на сайте написано, что билет должен стоить гораздо меньше. Кроме того, не везде работают эталоны. И возвращаясь к цене билета в общественном транспорте, представители городского самоуправления сегодня разъяснили ситуацию. И выяснилось, что все-таки цена у водителя именно такая – 1 евро и 20 евроцентов. Сделано это для того, чтобы пассажиры не покупали билеты у водителя, так как это отвлекает его от основной работы. Опция купить билет у водителя сохраняется на разные непредвиденные случаи. Что касается аппаратов самообслуживания, то там билет должен стоить 60 евроцентов. Должен, но почему-то стоит евро 20. В Рига Сатекс мы ошибку признали и обещали разобраться. И разумеется, тем, кто заплатил евро 20, вернуть 60 евроцентов. С билетами вроде бы все понятно, но чем еще недовольны жители нашей страны в первые дни Нового года? Внимание на экран. Серьезную жалобу мы получили сегодня. Дело в том, что в одном интернет-магазине цены указали неправильно. Фактически они поднялись в два раза. С официальным курсом, видимо, представители магазина не знакомы. Разумеется, все эти случаи будут тщательно проверены. Если и вам есть что сказать по поводу проблем, которые возникли после введения евро, не стесняйтесь и смело обращайтесь в Центр защиты прав потребителей. Адрес центра в интернете www.ptats.lv Про единую европейскую валюту у меня все. Завтра продолжим. Будьте готовы к евро.